Празднование столетия Университета Лобачевского стало заметным событием и в масштабе международного академического сообщества. В эти дни вуз посетили представители 12 стран мира. Они смогли не только лично поздравить нижегородских коллег, но и принять участие в заседании Международного совета ННГУ, которое состоялось 26 января в Зале научных демонстраций. Представители Университета Лобачевского презентовали деятельность в рамках программы 5.100. Члены совета поддержали приоритетные направления развития вуза. Задача Международного совета помочь разработать такую стратегию, которая позволит Университету Лобачевского активно развиваться в следующие 100 лет. Ваш вуз силен в частности в нейронауках, в суперкомпьютерных вычислениях. Нам нужно помочь выбрать те варианты международных коллабораций, на которых стоит сфокусировать внимание. Достижения в науке и образовании невозможны без обмена преподавателями и студентами, совместных публикаций и, конечно, исследовательских проектов. В праздничные дни, расширяя интернациональные связи Университета Лобачевского, ректор вуза Евгений Чупрунов встретился с давними и новыми партнерами. Были подписаны соглашения о сотрудничестве, об обмене студентами и преподавателями, например, с университетом Сунг-Кунг-Клан из Южной Кореи. Это новый для нас партнер, очень сильный южнокорейский университет, самый древний университет в Южной Корее. И очень заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества с нашим университетом. Кроме того, мы подписали соглашение с японским университетом, с университетом Сайтама, а также об обмене студентами и преподавателями. И тут любопытно сказать, что это тоже на одни из наших новых партнеров, которые уже второй раз приезжают в Нижний Новгород и фактически на мероприятии, проводимые университетом Лобачевского. Первый раз мы познакомились с ними на выставке QS Worldwide в сентябре 2015 года. И вот уже во второй визит они приехали во главе со своим президентом, и мы подписали с ними уже конкретное совершенно соглашение. Как и университет Лобачевского, мы интенсивно развиваем науку и образование, участвуя в государственных программах Японии. Наши приоритеты лежат в области наук о жизни, о природопользовании, а также в сфере информационных технологий. Мы исследуем взаимодействие человека и машины. Нам с университетом Лобачевского предстоит определить те области, в которых мы могли бы работать вместе. Венский университет экономики и бизнеса работался на НГУ в программе Tempus, совместном европейском проекте, благодаря чему нижегородские специалисты получали международную квалификацию в Австрии. Соглашение, подписанное 27 января, укрепило это взаимодействие. Нам 100 лет, но мы только 20 лет из этих 100 лет можем себе позволить работать вместе с европейскими и западными университетами. Поэтому мы очень заинтересованы и благодарны вам за сотрудничество. Ваш вуз очень далеко продвинулся в различных научных областях, например, в биотехнологиях, нейронауке, а также в области экономики и предпринимательства. Если сравнивать с известными мне европейскими университетами, ННГУ имени Лобачевского с ними на одном уровне. На праздновании столетия я увидел, что наиболее активно вы развивались в последние 10 лет. И это развитие, конечно, нужно продолжать. Сейчас отношения между Европой и Россией стали очень напряженными. Нас это не устраивает. Мы, как представители научного сообщества, должны преодолеть это напряжение, выстроить продуктивное сотрудничество между нашими регионами. Сам я уверен, что такой разлад в отношениях — это плохо. Россия — очень важная часть Европы. Поэтому я стараюсь внести свою лепту в налаживание партнерства между нашими странами. Не только гуманитарные, но и естественно-научные международные проекты академического сообщества социально ориентированы. И в конечном счете, вне зависимости от коммерческих выгод, рейтинговых оценок и азарта передовых исследований, успех интернациональных партнерств среди вузов — в самом факте такого общения.